Председатель правительства Таймурас Тускаев проводит выездные совещания в районах республики. Сегодня он побывал в Кировском районе. На месте работает наша съемочная группа. Николас Джоев выходит с нами на прямую связь и готов рассказать подробнее, о чем говорили сегодня. Николас. Казбека Батяева. По строительству школ. К примеру, вот здесь за моей спиной школа на 360 мест. Его вельхота воздали в прошлом году. Аналогичные объекты строятся в Станице Змейская на 550 мест и в Даркохе на 220 мест. Большое внимание уделяется и обновлению устаревших коммуникаций. Более 60 километров трубопроводных сетей планируется заменить Станице Змейской в Коржине и в Комсомольском. Также в районе будет реализовано ряд крупных проектов. Это строительство фруктохранилища на 10 тысяч тонн. Проектная стоимость 1,5 миллиарда рублей. Это развитие форелевого хозяйства. Компания из Санкт-Петербурга планирует открыть здесь свое предприятие. Проектная мощность 1000 тонн рыбы в год. Аналогичный проект они уже реализовали в соседнем Ордонском районе. Проектная стоимость 300 миллионов рублей. Также здесь уже выделено 20 гектаров на развитие придорожного хозяйства. Его стоимость также 300 миллионов рублей. Заместитель министра экономического развития республики Зураб Зублаев сообщил, что Министерство активно ведет подготовку документации, содействует для того, чтобы данные проекты получили государственную поддержку на федеральном уровне. Министерство по делам Северного Кавказа софинансирует подобные проекты на 40%. 3% предоставляет республиканский бюджет и 57% должен предоставить сам инициатор. Это либо кредитные деньги, либо из личных средств. Олег Тацорева отметила, а также заместитель министра экономического развития, что все уже существующие предприятия здесь показывают достаточно положительный результат. И тенденция намечается хорошая. Таймурас Пускайф отметил, что необходимо продолжать развитие сельского хозяйства. Для этого у Министерства сельского хозяйства есть программа грантовой поддержки, создание рабочих мест. Еще один важный вопрос, которому уделили особое внимание. Работа в этом направлении тоже будет продолжаться. На этом у меня пока все. Генрета. Спасибо, Николас. Будем держать с тобой связь. А мы продолжаем.